Мастер-классы, спортивные эстафеты, интеллектуальные игры. В средней школе номер 9 состоялся день открытых дверей. В мероприятии приняли участие педагоги, ученики и их родители. Кстати, этот праздник уже стал традицией. Более 10 лет здесь проходят такие открытые уроки. Чем удивляли организаторы в этот раз, знает наша съемочная группа. Слово Анастасии Волковой. Тыква – это сжигатель жиров. Это один из овощей, который можно употреблять в неограниченном количестве, если, конечно, вы только не болеете какой-либо аллергии, то есть если у вас нет аллергии на тыкву, то тыква – это тот овощ, который можно кушать неограниченно. Простые ингредиенты и как результат низкокалорийное и очень полезное блюдо. Учитель труда Валентина Чуклина подготовила для участников мастер-класс по основам правильного питания. Параллельно с приготовлением овощного салата внимание уделяют и смузи. Тыква, морковь, немного клубники и цитрусовых. Вкусный напиток утоляет голод и благотворно влияет на фигуру. Как летом вкус. Больше похоже, как с огорода нарвал земляники, клубники, ягод. Всё это быстренько помыл и так сразу раз-раз. Такие кисленькие, вкусненькие. Лето напоминает сильно. А здесь проходит фестиваль хлеба. Изделия представлены разные. Каравай, булочки. Но всеобщий интерес вызвал блокадный хлеб. Его испекли учащиеся совместно с родителями и классным руководителем. По сравнению с привычным нам хлебом из пшеничной муки, это достаточно сложно. Потому что там больше всяких разновидностей муки и больше разных разновидностей муки. Но у нас не получилось его точно произвести. Произвести не удалось. А почему? Ну, мы не можем сейчас найти всякий посолнечный жур. Ещё одна интересная площадка собрала любителей хендмейда. Вместе с родителями школьники создают ёлочные игрушки. Процесс кропотливый и интересный. В конце у нас так красиво получается. И можно брать домой, подарить кому-то там. Или на день рождения. Мы постоянно участвуем в общешкольных мероприятиях. Спасибо большое Татьяне Витальевне Зубенко. Она наш классный руководитель. У неё всегда очень много идей. Наши дети всегда заняты именно вот такими, каким-то прикладным искусством. И мы постоянно участвуем. У нас очень дружный класс. И всегда мы поддерживаем проведение таких мероприятий, как открытые уроки, весёлые старты, совместную работу класса. Родители вместе с детьми приняли участие и в мозговом штурме. Смекалку проявляли в шахматно-шашечном зале. А вот блеснуть спортивной формой взрослые не торопились. Участницами весёлых стартов стали только шестеро самых смелых и подготовленных мам. Идея такой насыщенной программы в рамках Дня открытых дверей в Лимбияхской школе родилась давно. Помимо уроков, здесь демонстрируют и работу внеурочных объединений. Мы с удовольствием ждём наших родителей, гостей, размещаем рекламу. То есть у нас весь район знает. Мы рады видеть не только родителей, но и жителей района. Родителю важен не только учебный процесс. Ведь как проходит внеурочная деятельность наших детей, это тоже имеет большое значение. И нам это должно быть интересно. Мы должны понимать, чем занимаются наши дети. И такого рода мероприятия, они просто наших деток вовлекают и дают им новые знания, интересы. Но мне, возможно, и очень хочется надеяться на то, что наши дети будут меньше времени проводить в каких-то нехороших местах, компаниях, а будут именно в школе участвовать в таких мероприятиях. Ярким финалом девятого Дня открытых дверей стал большой праздничный концерт. Вокальные и танцевальные номера школьники посвятили своим мамам. Анастасия Волкова, Татьяна Стофеева, Гарник Маргарян, служба новостей «Импульс».